Тема данного вебинара это продажи сайта. Итак, несколько важных аспектов. Почти каждая компания ныне имеет свой сайт. Но вы найдете всего лишь единицы компаний, которые смогут вам дать объективную информацию о том, как их сайт продает их услуги. Мы сейчас говорим не об онлайн продажах, нет, это отдельная история. Хотя в онлайн продажах эта система работает великолепно. Давайте посмотрим, что происходит, например, в случае с туризмом. Туристическая компания на сегодняшний день использует большое количество рекламных площадок для того, чтобы куда-то ввести поток клиентов. И то, как они это делают, влияет на то, насколько велики у них продажи и какая, в конце концов, прибыль компании. Компании думают, что достаточно иметь хороший дизайн сайта и разместить там всю информацию для того, чтобы клиент, который зайдет на эту страницу, быстро нашел. Отнюдь это не так. Самым главным аспектом является понимание того, что мы продаем с сайта. Сайт сам, если является бизнес-концепцией, то есть онлайн-магазином, тут включается механизм оплаты с карточки. Корзины, покупки, ассортимент выбора. Но мы сейчас говорим не об этой услуге. Продажи сайта тех услуг, которые на самом деле не продаются в онлайн-режиме. Например, это электротовары сетям магазинов, это может быть туристическая компания, это может быть риелторская компания, которая продает квартиры, это может быть все, что угодно. Магазин оптики, бытовой химии, даже супермаркеты. Все виды бизнеса, с которыми мы до сегодняшнего дня работали, имеют тенденцию нарастания эффективности через онлайн-продажи. Но эффективность онлайн-продажи намного ниже по сравнению с продажами сайта. В чем разница? Разница в моделях коммуникации. Чтобы было всем понятно, о чем мы говорим, приведу разницу. Вот в случае, когда клиент заходит на страницу какого-то сайта, он находит там нужную себе информацию, принимает решение купить, гарантий того, что он получит именно тот самый товар, который он хочет и видит, у него мало. И поэтому вероятность продажи через онлайн-магазин очень маленькая. Но вот что очень высоко. Он видит информацию о товаре, которая позволяет ему принять решение, что он хочет получить информацию дальше. И дальше он может прийти к нам. Вот если вы устраиваете механизм взаимоотношений, который имеет следующий этап, на котором происходит продажа, тогда мы говорим следующее. Продающий сайт продает либо заявки, это пройти регистрацию и получить информацию, это механизм обратного звонка, либо это звонки. Вы с сайта напрямую заставляете клиента звонить вам, чтобы получить дополнительную информацию. Чтобы теперь все стало ясным, подытожим. Сайт становится продающим, если руководители компании понимают, что они продают. Если они продают с сайта заявки, либо телефонные звонки, это один и два. Есть какие-то другие инструменты. Если это не онлайн-магазин, то других инструментов просто нет. Значит, следующее. Мы должны понять, что клиент, попадая на страницу сайта, может затеряться в куче информации. И поэтому случайно зайти на сайт человек не может. Он должен туда как-то заходить, как-то его нужно завлекать на эту страницу сайта. Иначе говоря, каждая страница сайта должна содержать информацию только об одном товаре. И эта информация должна быть выставлена в следующем порядке. И помните, страница сайта не продает товар, она продает заявки. Сначала мы должны указать самые главные преимущества товара. Указать, почему его другие покупают. Указать еще какие-нибудь эффекты. Указать еще несколько пунктов, которые являются эксклюзивными именно у данного товара. И оставить возможность призыва к действию. Вот призыв к действию, может быть, отправьте заявку, и вам позвонит наш специалист, придет для демонстрации. Либо отправьте заявку, и мы назначим вам встречу с консультантом, который вам даст подробную информацию об этом товаре. Либо оставьте заявку, и испытайте бесплатно его в течение недели. Великолепный способ. Способов того, что предложить клиенту сейчас за эту заявку, множество. Но вы должны помнить самое главное. Если вы работаете с заявками, как в случае с риэлторской компанией, компанией, которые продают недвижимость, сегодня имеют большую возможность именно вот таким способом получать огромное количество заявок. Необходимо выставить одну квартиру. Не надо выставлять весь дом. Весь проект может быть в общих чертах, поставлен на главной странице. Может быть, несколько картинок того, где располагается это здание. Красивые ландшафты показать. Но дальше объективно нужно оценить квадратуру. Дать ту информацию, которая нужна клиентам. Сколько квадратных метров? Как расположены комнаты? Какие возможны преимущества? И дальше, что важно, очень важно для клиентов. Если вы отправите заявку прямо сейчас от сайта, вы получите уже скидку, потому что вам перезвонит непосредственный владелец этой квартиры. Либо вам перезвонит наш специалист, и вы будете работать с нашей компанией напрямую без каких-то посредников. Если вы продаете, продавайте другое. Что-то другое, но не сам товар. Давайте приведем пример. Продажа квартир. Самая популярная тема, которая с дуэчный день настолько востребованная. Но посмотрите, сколько компаний, которые продают квартиры, используют интернет-инструменты? Эффективно. Продающего сайта? Скорее всего, очень мало. Посмотрите, что продает страница? Страница сайта должна продавать заявку. Те компании, которые пробовали продажу недвижимости, напрямую продавать с сайта квартиры, конечно же, они ничего не продали. Поэтому эту идею оставили. Их страница сайта, скорее всего, существует как визитная карточка, в которой очень много информации о компании, о ее достижениях, но очень мало информации о конкретном товаре. Страница сайта, которая продает конкретный товар, имеет очень мало информации о самой компании, имеет конкретную информацию о конкретном товаре и предложение, какое-нибудь предложение. Должна продавать либо телефонные звонки, либо она должна продавать заявки. В случае с риэлторской компанией, что вы можете предложить? Например, предлагаете бесплатную маршрутизацию. Например, что это означает? Наш курьер приедет к вам, заберет вас из нужного адреса и покажет лично все имеющиеся квартиры, даст подробную информацию о всех квартирах совершенно бесплатно и вас довезет обратно. Что мы продали? Мы продали комфорт. Комфорт для презентаций. Если вы продаете бесплатную доставку, вы уже сделали для клиента большое дело и он уже чувствует себя должен. После такой презентации вероятность того, что он сделает вывод о покупке велика. Если же после такой презентации клиент не звонит вам, не посылает заявку, это говорит о том, что у вас на сайте мало преимуществ, которые вы показали. Вам необходимо бывает сделать следующее. Посмотрите конвертию. Количество заходящих на вашу страницу сайта и количество звонящих. А потом решайте. Если эта страница сайта не продает заявки, весь механизм вам ясен. Вам нужно добавить туда несколько преимуществ, которые помогли бы клиенту принять решение отправить вам заявку. Если к вам отправляют заявки очень много людей и ваши сотрудники с утра до вечера встречаются, едут, встречают клиентов, им устраивает презентация квартир, но продажи очень маленькие, говорим следующее. Ваш товар не очень хорошо продают. Но это другой этап уже. Если человек заказал заявку, вы говорите, заявки продаются хорошо. Это не проблема уже сайта. Это проблема техническая. Проблема вашего продающего персонала. Итак, вернемся к продажам сайта. Очень выгодный механизм, очень экономичный механизм, но он включает в себя несколько важных аспектов. Первое правило, которое необходимо запомнить. Сайт должен продавать не сам товар. он должен продавать либо заявки на ознакомление с этим товаром. Есть для этого специальные электронные форумы, либо телефонный звонок. И для этого вы четко выделяете на сайте контактные номера, по которым необходимо позвонить и получить консультацию специалиста. Если вы думаете, что ваш сайт продает дом или недвижимость, то вы, скорее всего, теряете время. Продолжение следует...